Центр города. Памятник работникам ЖКХ. Фигуры бронзовых коммунальщиков устанавливают по всей стране. Отдельно стоят дворники, из люков выглядывают сантехники, на столбы взбираются электрики. Впервые они объединены в одной композиции. Получилось так, что все это было соединено. Сюжетная канва там есть. И в этом его художественная ценность, а тем более для города. Таких памятников в Башкирии нет. И в России, как я представляю, возможно, тоже, потому что это в основном выполнено в технике кузнечном. То есть это ковка, ручная ковка. Скульптура выкована местными мастерами. Вот только за работу, по словам исполнителей, им так и не заплатили. Заказчиком кузнецы называют администрацию города. Конкретно человек курировал этот вопрос с администрацией. Заместитель глава администрации города Нефекамск. Я с другими людьми, организациями не работал. Я говорю от лица своего коллектива. Памятник установили три года назад. Тогда арт-объект открывали шумно и весело. Человек, которого кузнецы обвиняют в недобросовестности, едва ли не себе приписывал блестящую идею создания скульптуры. Чиновники улыбались, раздавая интервью. Возникла такая идея все-таки обозначить, что жилище-коммунальное хозяйство в нашем городе присутствует и работает своевременно и качественно. Но когда речь зашла о деньгах, Габдулин сразу загрустил. Спустя три года говорит, что не имеет никакого отношения к монументу. Со мной не договаривались, я был как посредником между предприятием и им. Я не знаю, в суде нет никого, они ни с кем не судятся. Нету в судах дела, нас не приглашали, никуда ничего. Чтобы суд подавать, нужны же какие-то затраты, документы, договора. Нету ничего. Никто не судится. На документы говорят об обратном. В деле разбирался арбитражный суд УФЫ. Черным по белому написано. Одна из сторон – администрация Нефтекамска. Сам себе город от нас открестил, сказал, что мы это у вас не заказывали. Как бы на спонсорские деньги все вопросы заберты Габдулину. И как бы первый заместитель на тот момент Халитов мне так и сказал в глазах. При разговоре, когда уже обсуждалось, почему у нас такие задержки по оплате. А команда Кузнецов в итоге лишилась мастерской. На изготовление памятника потратили собственные деньги и за аренду платить нечем. Перебиваются мелкими заказами. Например, по частям строят ворота для мечети в Сургуте. Вынуждены работать на личном участке и забыть о былом размахе. Очень неудобно. Только маленькие детали, вот такие вещи. А крупные, как мы и раньше работали, нельзя. Оборудование осталось. У нас закрытая организация, где мы арендовали помещение. Туда сейчас не пускают. Финансы нужны. Творческому полету мысли мешают дела куда более приземленные. 13 декабря состоится уже второй суд. На этот раз в Челябинске. Сколько еще времени на это уйдет и получат ли художники свои деньги. Сказать никто не берется. Регина Шафигулина, Лилия Курбанова, Ильнур Инмагулов, Азат Узбеков. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин